Ситуация на дорогах курорта должна измениться. Муниципалитет активно работает в этом направлении. Идет расширение улиц Ленина и Крылова. Достигнута договоренность о строительстве дополнительной полосы на Симферопольском шоссе. На планерном совещании Юрий Поляков обратился к представителям отдела по транспорту администрации начальнику ГИБДД с просьбой подготовить предложение, как еще улучшить дорожную ситуацию. Я хотел бы, чтобы были какие-то предложения от вас. Может нам надо где-то сделать одностороннее движение, где-то двухстороннее. То есть мы должны курортному сезону немножко город развязать. Первый заместитель главы Сергей Петров доложил, что в муниципалитете продолжается строительство газопровода высокого давления на хуторах Большой и Малый Разнакол. Выполнена проектно-сметная документация на строительство газопровода высокого давления в хуторе «Рассвет» и в хуторе «Заря». Распределительного газопровода низкого давления по улицам Российской и Кубанской в селе Джигинка. Документация передана на госэкспертизу. Юрий Поляков поручил Сергею Петрову усилить работу по благоустройству и освещению Пионерского проспекта, подчеркнув, что это лицо нашего города. «Недопустимо, чтобы в темное время суток часть светильников не горела. Чем больше мы делаем освещение в городе, тем больше надо контролировать, чтобы оно работало», – сказал глава курорта. От управления архитектуры Юрий Поляков ждет предложений по установке малых архитектурных форм, а также проект нового здания ЗАГСа. В строительстве социально значимого объекта готов оказать содействие депутат Государственной Думы Иван Демченко. Мне нужно четко иметь понимание, когда будет готов проект ЗАГС. Иван Иванович Демченко, он хочет принять участие в строительстве этого ЗАГСа. Он тоже хочет знать, какого числа. Своему заместителю Эдуарду Балмышеву Юрий Поляков поручил сформировать рабочую группу, которая будет выявлять незаконных торговцев «Хамсой». «Что вам мешает сейчас заняться этой проблематикой всей, то, которую они нам организовывают, курортному сезону, эти люди? Вы их знаете, этих людей? И что вы хотите сказать, что у вас нет полномочий запретить несанкционированную торговлю там? Или несанкционированный общепит? Вы мне, пожалуйста, до сезона позакрывайте все эти наболевшие о вопросах». Еще одно требование главы курорта – борьба с рекламным мусором вокруг объектов потребительской сферы, несанкционированными плакатами, штендерами и растяжками. Работа, которую проводит в этом направлении Центр развития и оказания курортных услуг, недостаточно. К ней необходимо привлечь управление муниципального контроля. Олеся Давыдова, 39 канал.